В каком-то виде, да, то есть, которую там не нужно еще три года доделывать, и когда готовую идею, мы уже вместе допиливаем, там, переделываем. Кстати, бывает такое, что песни не попадают на альбом у нас запросто, вот мы записали больше песен, чем здесь, мы просто вместе сели, посмотрели и решили, что... Именно в этот альбом, да, они пока не войдут. Да, это нас там по уровню какому-то недостаточно, или по настроению, или по стилю, да. Дождутся своего времени просто, да. Да, это может быть, может быть, нет. Поэтому я считаю, это нормально, если ты не обязан и не можешь каждое свое изделие делать на самом высоком уровне. У вас по году как раз альбом год, альбом год, правильно? Ну, полтора получилось. 17-18, по крайней мере. Роды были в этот раз, да. Нет, роды были, кстати, нормальные, плановые, потому что мы, если честно, мы могли выпустить эту пластинку еще весной, и даже думали, потому что, ну, практически все было готово, но прикинули, что как раз было написано несколько песен новых, интересных, и мы решили, а давайте отложим на осень и еще доделаем, поработаем над этим. И действительно так получилось, что мы там с весны еще несколько песен добавили, парочку убрали, и вот это было вовремя, и не было какой-то там скачки дикой, там, форс-мажора. Слушай, ну, в конце концов, урожай лучше осенью, так что все у вас абсолютно правильно получилось. Ребят, а... Всегда интересен момент написания песен, Ром, коротенький вопрос, и прям коротенький ответ. Если строчки приходят, приходят ли они вместе с музыкой, что тогда берется в руку ручка, листочек, либо диктофон включается, и что-то мурлыкается туда, либо звонок другу. Происходит так, я открываю календарь свой электронный, значит, у меня написано, как у Мюнхгаузена, там, подвиг, там, на завтра. Я пишу песню. Пишем хит, минорный, значит, идем пишем. Про любовь. Да, и вот так все и происходит на самом деле. Прямо про списание. Друзья, берите на вооружение, во всем необходимое. Если честно, как только не бывает. Это прекрасно. Бывали случаи, вот, там, у меня, помню, за один вечер я накидал основу там для трех песен, был такой вот. Причем разных совершенно, я не знаю, что-то такое произошло, как-то вштырило, особым образом, все это сверху все равно приходит, как-то вот оно вот произошло. А бывают песни, которые делаешь, переделаешь, в конце концов все равно выкидываешь. Вот, поэтому тут, блин, настолько по-разному. Единственное, что, наверное, в случае Татуина, мы, как правило, делаем музыку сначала. Да, бывают какие-то идеи, о чем песни, ключевые фразы, а текст вырождается обычно позже. У нас хорошенькая пауза, никуда не девайтесь, мы прямо сейчас вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, мы продолжаем группу Татуин на телерадиоканале Страна ФМ. Ром, расскажи о том, как песня «Мечта» оказалась в киноленте. Песня «Мечта» в киноленте. Да, да. А, «Дочка невозврата» фильм, все я вспомнил. Рассказывай. Каннский кинофестиваль. Да, значит, было дело, написал я песню, которая называется «Мечта». И вот это обычная жизненная история. Мы тусовались где-то на студии у коллег, у друзей. И так сложилось, что эту песню, когда мы ее сводили, или не помню, что-то мастерили, ее услышал просто режиссер фильма. Я и знать не знал. Екатерина Тардив, да? Да, вот она, Екатерина услышала и стала интересоваться, что, кто, почему. Она представила, что она подходит просто для этой картины, каким-то образом. Вот, и мне звонит звукорежиссер, говорит, Ром, слушай, вот звезда, ой, мечта, вот есть такой проект. Я говорю, а почему бы и нет, давайте попробуем. Вот, и просто песня прижилась, встала там, да, в этот фильм. А потом уже выяснилось, что этот фильм поехал в Канны. И, в общем, это так интересно и приятно. И неожиданно совершенно. То есть просто история каких-то контактов, кто-то где-то услышал, просто вот так. Ну, мы желаем тебе продолжения. Ну, это хорошее начало, да, действительно. Пусть будет такое продолжение, очень мощное. Мне, кстати, кажется, вот я не побоюсь, так сказать, без ложной скромности. Все кроме любви. Нет, я думаю, что у нас есть целый ряд песен, которые достаточно кинематографичные. Вот просто, ну, как-то есть у них такая особенность. Это даже не мы сами так считаем, а вот другие люди так считают. Специалисты в том числе. Я надеюсь, что будут еще песни в фильмах, может быть, в сериалах.